Прямо сейчас по всему миру живут реальные люди с реальными сверхвозможностями. Сверхвозможностями, вызванными случайными генетическими мутациями. Ученые раскрывают их секреты, и они на грани того, чтобы сделать эти возможности доступными для всех. Приготовьтесь познакомиться с настоящими сверхлюдьми. Сверхлюди. И поиск фантастического будущего. Лапландия. 200 километров к северу от полярного круга. Немного есть мест столь же холодных и суровых. Сейчас январь, и температура минус 26 по Цельсию. Этот человек бежит босиком по льду и снегу уже час. У него нет обморожения, нет гипотермии, и он не чувствует боли. Он обладает способностью жить в холоде, выдерживая температуры столь низкие, что убили бы других. Он делает это, внушая организму разогреваться. Тренировками и опытом я обнаружил, что у нас тут что-то вроде термостата, и я знаю, как им управлять не руками, а мысленно. Айсмен. Вим — единственный. Генетическая диковинка. В прошлом человек с его способностями остался бы научной загадкой, но времена изменились, как и правило эволюции человека. Мы больше не оставляем процесс на самотек, то, что Чарльз Дарвин назвал естественным отбором. Теперь ученые берут контроль над процессом посредством генной инженерии, и это значит, что мы можем раскрыть секреты сверхвозможностей и даже повторить их. Скоро каждый из нас сможет сделать своих детей похожими на Айсмана. Это момент настоящего водораздела в истории, не только нашего вида, но всей жизни на планете. Мы можем оказаться способны ускорить эволюцию так, как никогда не смог бы Дарвиновский процесс. И Айсмен не единственный. В далеких уголках мира живут люди-предвестники будущей эволюции. Их достоинства однажды могут пойти на пользу человечеству. В Турции живет замечательнейший художник Эзреф Армаган, живописец, родившийся без глаз. Никто не может назвать меня слепым. Своими пальцами я вижу больше, чем зрячие видят глазами. Эзреф доказывает, не нужно глаз, чтобы видеть. Слепой художник. В Цюрихе живет женщина с невероятными сенсорными способностями. Когда Элизабет Сальсер слышит музыку, она может видеть ее и ощущать ее вкус. Когда я слышу музыку, я всегда вижу цвета и формы. Этот сплав чувств дает Элизабет большое преимущество. У нее поразительная память. Синестет. В Германии живет неприкаянный по имени Рудингергам. Его мозг в ворота в бесконечный мир цифр. Люди называют меня человеком-калькулятором, потому что я могу считать лучше, чем обычный карманный калькулятор. И он обрабатывает информацию со скоростью молнии. 7, 8, 9, 9. Человек-калькулятор. Генная инженерия на грани того, чтобы сделать возможным выбирать эти свойства для создания более развитых людей в будущем. В Чикаго живет ученый, который намерен сделать следующий большой прыжок вперед в эволюции. Доктор Брюс Лан, профессор человеческой генетики, сделал одно из самых потрясающих открытий в эволюционной генетике последних десятилетий. И он видит будущее, в котором мы будем переделывать наш собственный вид. Вместо дарвиновского процесса случайных мутаций с последующим отбором, мы можем получить способность проектировать мутации, чтобы идти в направлении, в котором мы хотим идти. Описывая геном человека, ученые открыли строительные блоки нашего генетического проекта, дав нам силу манипулировать нашими генами. И доктор Лан готовится перевести генную инженерию на следующий уровень. Генную инженерию можно применить для улучшения нашего вида. Так что примеры людей с экстраординарными способностями, будь то синестезия, сопротивляемость холоду или способность рисовать, никогда не имев зрения, или способность думать быстрее, Это свидетельство биологического многообразия внутри нашего вида, которому мы можем получить доступ и использовать, чтобы улучшить наш вид в будущем. И, по-моему, это может фундаментально изменить правила эволюции. Амстердам, Нидерланды Вим Хофф – тихий почтальон с альтер-эго Айсманом. Эта тайная личность родилась, когда Вим был маленьким, и холод едва не убил его. Все началось, когда мне было 7 лет, и я шел в школу, и почти замерз. Я присел на крыльце дома и просто заснул. Холод коснулся меня, как враг. Это был мой первый контакт с холодом. И я лежал там, пока не приехала скорая и не отвезла в больницу. Если бы кто-то не нашел меня, я бы умер белой смертью. Но холод не убил Вима. Он превратил его в человека, которого непреодолимо тянет к низким температурам. В Голландии мрачный январь, канал почти замерзает, а Вим не может удержаться. Это мощное влечение к холоду обострилось, когда ему было 17. Это был декабрь, лет 29 назад, и в Голландии выпал первый снег. Поле неподалеку было полностью покрыто снегом. Все было белым и красивым. И вдруг возникла мысль пробежаться по снегу босиком. Она привлекла меня больше, чем когда-либо, не знаю почему. И после ступни горели. Никогда раньше такого не ощущал, было очень больно. Но не отпускала мысль, как же это было замечательно. Тяга Вима к холоду открыла ему его сверхспособность. Генерировать тепло тела в самых суровых условиях. Я слышал о Виме. Он очень интересен. У него могут быть гены, которые позволяют ему акклиматизироваться до такой степени, что он не ощущает такой боли, как другие. Это также и вопрос вашей генетики. Благодаря этой генетической силе разогревать себя, Вим добился удивительнейших достижений. Он единственный человек, погрузивший все тело в лед на 1 час 10 минут. И он удерживает мировой рекорд в самом долгом плавании подо льдом без кислорода. И в одних лишь шортах 57,5 метров. Оттачивая свои сверхвозможности, Вим регулярно запирается в морозильной камере. Впервые обнаружив свой дар, он использовал его только для выполнения экстремальных трюков. Но холод со временем перерос для него в необходимость. Все проблемы, которые есть у меня в обычном мире, отступают, когда я это делаю. Холод и открытие себя холоду – огромная, чистая, очищающая сила. Сейчас Вим готовится к чему-то новому, и большему, чем просто трюк, наивысший тест его силы. Подвиг, для какого никто в истории не был достаточно безумен. Я хочу пробежать половину марафона босиком в середине зимы в Лапландии, за полярным кругом. В этом бесплодном ландшафте, в двухстах километрах к северу от полярного круга, Вим попытается попасть в Книгу рекордов Гиннеса, пробежав 22 километра в одних шортах и босиком. Но есть некто, кто стоит между ним и его мечтой. Северная Финляндия Доктор Окса – всемирно известный физиолог холода. Он скептически относится к способностям Вима и хочет научных доказательств, что Вим может увеличивать температуру тела по собственной воле. Так что Вим впервые попал в лабораторию, чтобы пройти научное исследование. Я также слышал о Виме Хофе, что он способен увеличивать внутреннюю температуру тела при попадании на холод. И будет очень интересно посмотреть, так ли это. Доктор Окса готовит серию изматывающих тестов холодом. Если Вим не сможет выдержать тесты доктора Окса, вероятнее всего он не сумеет закончить свой пробег по Арктике. Вельцхайм, Германия Но Айсман – не единственный сверхчеловек. Другой герой появился в Германии. Рудигер Гамм – человек с выдающейся быстротой мышления. Рудигер может проводить сложные арифметические вычисления моментально. Сейчас я попытаюсь поделить двузначное число на относительно малое простое число 109. Я попытаюсь определить 100 знаков после запятой, и мне нужно двузначное число от аудитории. 93. 93 разделить на 109. 0,8,5,3,2,1,1,0,0,9,1,7,4,3,1,1,1,9,2,6,6,0,5,5,0,4,5,8,7,1,5,5,9,6. 93. 94. 94. 94. 94. 94. Но зрители не всегда были в таком же восторге от Рудигера Гамма. Ребенком ему сложно было найти друзей. У меня не было нормального детства. По-моему, другие дети немного боялись меня. Потому что раньше, чем начать говорить нормально, я стал говорить наоборот. «Я очень плох в математике», наоборот будет «Екитамитам, холп нечо я». проиграем запись назад, и слова будут совершенно четкими. «Я очень плох в математике». «И по сей день люди Вельсхайма считают его странным, так же, как считали, пока он был ребенком. Люди считают его следующим антихристом, человеком, который заключил сделку с дьяволом. «Я очень счастлива, что мы живем во времена, когда ты не закончишь дни на костре за то, что у тебя особенные способности». Некоторые называют меня дьяволом из-за моей способности говорить «задомный вперед». Некоторые меня боятся, многие думают, он сумасшедший, ненормальный. Но речь «задомный вперед» не была единственным, что работало против Рудигера. По иронии, он неоднократно проваливал математику. В школе меня считали худшим по математике во всей школе. Я проваливал школу из-за математики, наверное, раза четыре. Когда Рудигеру было 21, случилось нечто экстраординарное. Буквально за ночь он получил способность считать лучше компьютера. 93 в пятой степени. 6 миллиардов 956 миллионов 883 тысячи 693. Это может означать, что Рудигер – то, что известно как «внезапный эрудит». Некто, кто внезапно и неожиданно получает особую умственную способность. Над причинами этого явления продолжают биться нейробиологи. Я открыл свою способность в возрасте около 20-21 года. Я читал книгу о числах и нашел таблицу со степенями чисел. К примеру, 1 в квадрате, 2 в квадрате, 3 в квадрате и до 99 в квадрате. И я запомнил много этих чисел. Через несколько недель я стал вести расчеты с этими цифрами, и это было началом. Сперва моя жизнь не изменилась. Изменилась она полтора года спустя, когда я попал на шоу немецкого телевидения под названием «Ваша ставка». Рудигер отвечает на вопрос. Сколько же будет 87 в 12-й степени моментально и безупречно? Победа в том игровом шоу стала большим моментом для Рудигера Гамма. Впервые в своей жизни ему было приятно быть другим. Когда я выиграл в этом телешоу, я понял, что способен делать вещи, которые не могут другие. И с того момента я обрел уверенность. Но в австралийском центре сознания у директора-основателя доктора Алана Снайдера, лидирующего ученого мира по человеческому познанию и синдрому эрудиции, есть кое-какие вопросы по поводу способностей Рудигера. Меня в Рудигере Гамме интересует, возможно ли, что его эрудиция происходит от аутизма. Доктор Снайдер регулярно проводит опыты, которые исследуют необычные способности, вроде способности Рудигера, включающие моментальные воспоминания огромных количеств информации. Некоторые из них могут вспомнить каждый день своей жизни. Другие помнили почти все, что прочли. У них исключительная память. Но это люди с повреждениями мозга. Но Рудигер не хочет, чтобы его относили к эрудитам, чей талант происходит просто от навыков памяти. Ему придется доказать, что доктор Снайдер ошибается. Мое главное желание, чтобы люди в этом мире помнили мое имя лет 300-400. И он может осуществить свою мечту. Когда Рудигер отправится в центр сознания, он откроет доктору Снайдеру нечто ранее невиданное. Талант Рудигера к моментальным расчетам и способность Вима выживать при холоде предлагают мощные возможности остальному человечеству. Возможно, мы сумеем передать эти черты другим людям генной инженерией. Гуанчжоу, Китай. Генетик доктор Брюс Лан Со-основатель в Центре биологии стволовых клеток и инженерии тканей в Университете Суньядсен в Гуанчжоу. Здесь он может получить открытый доступ к стволовым клеткам и животных, и человекам. Здесь заниматься определенными исследованиями легче, чем в других местах. В лаборатории доктор Лан регулярно меняет ДНК живых существ. Манипулируя их генами, ученые могут изучить последствия генной инженерии прежде, чем перейти на людей. В лаборатории мы делаем это регулярно. Гены инженерии над более примитивными организмами, чтобы изучить, как работают их гены. Но применение той же технологии к людям потребовало бы куда более серьезных предосторожностей, ведь простора для ошибки значительно меньше. Доктор Брюс Лан сейчас собирается попытаться генетически скрестить два разных существа. Он хочет взять стандартную лабораторную мышь и соединить ее с полевой мышью. Хоть эти два животных выглядят очень похожи, на деле они отстоят куда дальше, как виды, чем человек и шимпанзе. Команда доктора Лана сперва должна стабилизировать микроскопический эмбрион мыши, не повредив его. А затем попытаться ввести в зародыш стволовые клетки-полевки. Они надеются, что вырастет химер, комбинация двух разных животных, полностью созданная человеком. Это сложная и тонкая процедура. Попытка соединения двух столь генетически отдаленных существ никогда раньше не проводилась. Доктор Лан открывает новые горизонты в науке. В случае успеха, его химера будет самой амбициозной из всех созданных в своем роде, а следующий шаг может повлиять на весь род людской. Тюрих, Швейцария А на расстоянии в полмира живет женщина, которая также может драматически повлиять на будущее человечества. Элизабет Сальцер, генетический оригинал. Ее гены дали ей самую фантастическую сверхспособность соединить ее ощущения. Я всегда вижу цвета. Мне откнуться некуда, чтобы их не увидеть. Я вижу ленту, и на ней много цветов. Когда я иду по улице и слышу машину, и когда звонит сотовый, я всегда вижу цвета, если слышу ноту. А если я слышу собачий лай или птиц, тогда это звучит как музыка. Тогда цветов много. Университет Цюриха Глава кафедры нейропсихологии университета Цюриха отыскал Элизабет и немедленно начал тесты. Он подозревал, что у нее могло оказаться нечто под названием синестезия, редкое неврологическое состояние, связывающее ощущения. Но что застало доктора Янке врасплох, так это невероятные пределы ее возможностей. В мире нет другого синестета с такими же возможностями, как у Элизабет Сальсер. Возможности ее, я бы сказал, уникальны. В мире меньше тысячи синестетов, которые видят цвета при звуках, и менее 500, кто ощущает звук на вкус. Но Элизабет единственный человек в мире, сочетающий цвет, музыкальные интервалы и вкус. Все волшебство, какое могут дать цвета, это представление, которое видит только она. Детство мое было довольно мрачным. Я всегда чувствовала себя особенной и изолированной от остальных. Когда мне было 16, мы выбрались с подругой, и пошел дождь, и я прислушалась к дождю. Я хотела определить тон дождя. И я услышала соль. И одновременно увидела, что соль была синим. А когда я прошлась по всей шкале, то увидела, что у каждой ноты есть свой особый цвет. Это был первый раз, когда я осознала цвета. Тогда я спросила подругу, и видит ли она цвета, когда слушает музыку. И она поняла, что я слегка странная. Это было странное чувство, что я одна, и не такая, как другие. И Элизабет отличается от других. Когда доктор Янке сканировал ее мозг, он увидел, что он соединен, как ни один другой. Мы обнаружили, что есть особая взаимосвязь между участками цвета, участками вкуса и слуховыми участками. Доктор Янке обнаружил, что нейронные пути в мозгу Элизабет, соединяющие ее зрение, слух и вкус, кипят деятельностью. У обычных людей эти связи почти спят. Но до того, как доктор Янке диагностировал у нее синестезию, Элизабет не представляла, что с ней происходит, и открывала новые измерения своих возможностей. Через несколько недель после того, как я обнаружила связь цветов и звуков, я поняла, что также ощущаю на языке вкус, когда слышу две разные ноты на определенном расстоянии. Малая секунда – кислая, большая секунда – горькая, а большая секста – кремовая. Я не знала, что это было, и очень испугалась себя, и думала, что я сойду с ума. Но синестезия найдена не только в мозгу Элизабет. Она также может быть у нее в генах. Нейрогенетики из Оксфордского университета ищут такие гены, и есть те, кто очень заинтересован в результатах. Доктор Джемми Уорд из Университетского колледжа Лондона уверен, что в синестезии много полезного. Исследователи в Оксфорде пытаются найти этот ген, и они уже обнаружили, что в геноме есть маркеры, которые, похоже, связаны с синестезией. Но пока никто не нашел один конкретный ген синестезии. Думаю, это лишь дело времени, когда исследователи его найдут. И когда они найдут, это откроет возможность всему человечеству видеть музыку и ощущать ее на вкус. Элизабет Сальцер постоянно бомбардирует цвета, вкусы и звуки. Ученые заинтригованы ее синестезией. Но им не приходится с этим жить. Элизабет не способна ее отключить. Было бы очень мило найти кого-то точно такого же, как и я, но не уверена, что я такое найду. Но ее шансы вот-вот могут резко подняться. Алло? Алло, это Элизабет? Да, это Элизабет. Здравствуйте, это Джемми Уорд, нейрофизиолог из Университетского колледжа Лондона. Вам удобно говорить? Конечно. Ученые из Оксфордского университета собирают синестетов со всего мира для генного тестирования. И у Элизабет наконец-то будет шанс встретиться с себе подобными. И я могу организовать для вас встречу с другими синестетами, чтобы вы поделились опытами. И сверхлюди появляются по всему миру. В Университете Торонто специалист по психологии восприятия и познания доктор Джон Кеннеди исследует способности удивительного человека Эзрефа, слепого художника. Эзреф слепец, который пишет картины с тех пор, как был ребенком. Он рисует поразительно хорошо. Многие скажут, что он рисует лучше большинства зрячих. Эзреф живет в Турции. У Эзрефа Армагана генетическая мутация, в результате которой он родился без глаз. Этот кажущийся дефект дал ему самую замечательную силу. Рисуя пейзаж, который он не видит, этот художник меняет все научное представление о зрении. Эзреф никогда не видел света. В детстве его окружение было не так снисходительно, и ему пришлось многое вынести, чтобы открыть свой дар. Быть слепым в Турции в 50-х годах, это было тяжело. К примеру, когда мои друзья катались на велосипедах, я не мог к ним присоединиться. И когда они играли с волчком или шариками, я не мог с ними играть. Мне всегда приходилось играть одному. Поскольку я слеп от рождения, я, конечно, не мог пойти в начальную школу с остальными детьми. Так что отец брал меня в свой магазин. Чтобы больше узнать об окружающем мире, я изучал вещи руками. Так все и началось. Когда я впервые нарисовал картину, я почувствовал, что нашел связь с жизнью. Отец смотрел за другими слепыми и чувствовал, что я от них отличаюсь. И что-то в этом было. Он сказал, «Эзеров, настанет день, когда ты станешь великим художником». С того самого момента, когда он нарисовал первую картину, Эзеров знал, что это его призвание. И слепота его не остановит. Когда я пишу картину, я начинаю воображать формы, которые я уже ощущал. Затем формирую их в картину, которую хочу создать. Я делаю полный план картины в голове, прежде чем начать рисовать ее. Поразительная вещь в картинах Эзерфа, это его использование цвета, тени и композиции. И самое главное, перспектива. То, как на его полотнах объекты уменьшаются с расстоянием, должно быть невозможно рисовать столь узнаваемые образы с подобной композицией без глаз. В неврологическом центре Гарвардской медицинской школы ученые озадачены способностями Эзерфа. Они хотят сканировать его мозг, чтобы понять, как он это делает. Эзерф делает то, что, по нашему мнению, было заперто в зрительном секторе, и возможно только при визуальном вводе. И особенно восхитило ученых то, как Эзерф решает задачи трехмерного пространства. Но более чего бы то ни было, Эзерф жаждет быть известен как художник, а не как слепой художник. Я хочу, чтобы меня помнили, как человека, который мог видеть мир кончиками пальцев. Я хочу, чтобы меня помнили за мое творчество. Но сейчас он согласился помочь ученым, и доктор Кеннеди разработал амбициознейший эксперимент. Он хочет понять, действительно ли Эзерф понимает перспективу. В моем эксперименте от Эзерфа потребуется нарисовать конкретное здание во Флоренции, в Италии, которое было источником, началом открытия перспективы, как мы показываем глубину на картинах. Флоренция, Италия. В 1413 году Филиппо Брунеллески стоял на ступеньках Дуома, великого кафедрального собора, который он спроектировал и построил. Он смотрел через площадь на Баптистерии, восьмиугольной формой римскую постройку. Именно это здание, наконец, открыло его формулу перспективы. Сложная геометрия делает его изображение исключительно трудным, даже если вы можете видеть. Может ли он взяться за сложный объект вроде Баптистерия и обработать все его части, нарисовать и получить все три измерения пространства и получить их верно? Если может, это поразительный человек. Тем временем, в Гуанчжоу. Способность Эзрофа изменяет наше понимание зрения. Но в будущем мире, где генные дефекты вроде слепоты могут быть устранены, такой человек, как Эзроф, мог бы вообще не родиться. Люди придут к принятию новых технологий генной инженерии, когда мы получим здорового ребенка, который в самом деле лучше с изменениями, чем без. Будь это лучшая сопротивляемость раку или более сильный интеллект. И в итоге этим здоровым младенцам можно дать также и сверхвозможности. Но ранние стадии этой новой эры эволюции находятся в этой чашке Петри. Эксперимент доктора Лана по скрещиванию грызунов сложный и медленный. Но если все пройдет по плану, примерно через 21 день родится новая форма животного. Создавать новых животных и кромсать их гены не высшая цель генной инженерии, а только начало. Генная инженерия нашего собственного вида случится рано или поздно. Я думаю, это вопрос не если, а когда. И сопротивление бесполезно. Но давать человечеству руководить собственной эволюцией дело рискованное. Как и с любой другой разрушающей каноны новой технологии, генная инженерия может иметь потенциал делать и добро, и зло. Доктор Брюс Лан верит, что генная инженерия может радикально увеличить брешь между имущими и неимущими. Если располагающие средствами смогут позволить разработку более продвинутых детей, чем у остальных, возможно, что люди могут разделиться на два полностью различных вида. Усовершенствованные и неусовершенствованные. И биологическая разница между двумя группами людей будет столь резкой, что общество расслоится не только социально, но и биологически. Бостон, США. В эру, когда силы супергероев можно купить, те, кто обладают деньгами и влиянием, неизбежно первыми воспользуются потенциалом новой генной технологии. Изобретатель, мультимиллионер и писатель Рэй Курцвайль надеются на будущее, где старение и смерть уничтожены, будущее, в котором он сможет жить вечно. Мистер Бессмертие. Идея здорового старения – это оксюмарон. Старение означает потерю способностей, потерю чувств, потерю полового влечения, потерю умственных и физических способностей. Это нежелательный процесс. Мы рационализировали смерть как хорошую штуку, поскольку у нас нет альтернативы. Но Курцвайль думает, что все вот-вот изменится. L и L51 вполне оптимален, мы не хотим никакого свечения. Они оба в оптимальных пределах. Он – под наблюдением доктора Терри Гроссмана, известного как специалист по долголетию, учитывая, что никаких вспышек не было. За деньги он помогает увеличить продолжительность жизни своих клиентов, и он пытается помочь Курцвайлю прожить достаточно долго, чтобы воспользоваться плодами революции в генетике. У нас сегодня еще нет всех средств, чтобы обеспечить бесконечное продолжение жизни. Но в пределах 10 лет у нас будет полное понимание биологии, 10-15 лет. Небольшая проблема. Мистер Бессмертие может не дожить до того момента. У него есть нежелательные гены-маркеры, диабет второго типа и длительная семейная история сердечных заболеваний. Так что эксперт Курцвайля по долголетию разработал стратегию. Ежедневно 8 чашек зеленого чая, 250 добавок, внутривенные добавки еженедельно, щелочная вода и строгий режим тренировок. Все это, чтобы он смог продержаться еще 15 лет. Мы можем включать и выключать гены. Мы можем включать и выключать энзимы. Это совершенно новая концепция, о которой мы даже не могли начать думать, пока у нас не было генома. А это случилось всего 3 года назад. Мы все еще на ранних стадиях этого процесса. Но это будет в тысячи раз мощнее, чем сегодня, через 10 лет. И мы сможем перепрограммировать нашу биологию. Через 10 лет это будет совершенно иной мир. Кроме своего поиска вечной жизни, Рэй Курцвайль неплохо предсказывает будущее. Рэй Курцвайль был охарактеризован как идеальная думающая машина журналом Forbes. Его назвали полноправным наследником Томаса Эдисона. Поприветствуем Рэя. Он построил империю на своей способности предсказывать технологические тенденции. И его предсказания зачастую шокирующие и точны. Он предвидел, что компьютер обыгрывает человека в шахматы, падении Советского Союза и распространении мировой паутины. Курцвайль говорит, что нам лучше привыкнуть к резким переменам, ведь они случаются все чаще и чаще. Уровень технического прогресса сам ускоряется. Это непостоянное. Хоть интуиция подсказывает, что нынешний темп перемен продолжится, не ослабевая, согласно моим моделям, мы удваиваем уровень роста каждые 10 лет. То есть, в следующие 50 лет мы увидим в 32 раза больше изменений, чем видели в предыдущие 50 лет. Сидя в окружении своей ценной коллекции фарфоровых котов, подтягивая зеленый чай и глотая добавки, Курцвайль размышляет о будущем, где и у него будут сверхвозможности. Многие люди определяют человека нашими ограничениями. Ограниченная продолжительность жизни, ограниченные физические, умственные возможности. Мы меняли это, и я очень хочу прожить достаточно долго, чтобы увидеть самые замечательные перемены, которые, уверен, мы испытаем. Но Курцвайлю 58 лет. Ни его отец, ни дед не прожили так долго. 15 лет могут оказаться слишком долгими. Но у него есть план. Северная Финляндия. Реальные сверхлюди путешествуют в дальние концы планеты. Каждому из них предстоит пройти интенсивное тестирование, и влияние этих тестов пройдет через их жизни и вовне к остальному человечеству. А собственный эксперимент доктора Лана вот-вот станет реальностью. Стволовые клетки полевки были успешно введены в зародыш мыши. Этот пополненный эмбрион теперь будет введен обратно матери, и начнется трехнедельный период беременности. А на другом конце планеты Вим будет помещен под микроскоп доктора Окса. Окс – физиолог по холоду и скептически относится к пределам способностей Вима. Так что он подготовил экстремальные тесты холодом. Если Вим не пройдет эти испытания, его мечта о полумарафоне по льду и снегу может попасть под вопрос. С Вимом я хотел бы посмотреть, какова его реакция на воздействие относительно сурового холода. Все показатели жизнедеятельности Вима будут тщательно отслеживаться, пока он погружен в почти ледяную воду. Мы поместим Вима в воду при 8 градусах, пока его внутренняя температура не достигнет уровня 36 и 5 градусов. Ниже 36 и 5 градусов существует риск гипотермии для любого нормального человека. Пока Вим готовится в нейтральной камере, многочисленные зонды Окса измеряют его пульс, температуру кожи, метаболические реакции и, самое важное, внутреннюю температуру тела. Когда средний человек опускается в 8 градусную воду, первая реакция – это сильная боль. Боль будет так сильна, что большинство людей не выдержит ее более 5 минут. Минута 30 секунд. Я вижу ваш пульс. 51 удар в минуту. Очень медленный. Теперь я спрошу, как самочувствие, и вы можете указать на то, что выберете. От нейтрального до слегка прохладного. Есть боль? Нет, боли нет. Покалывание? Немного покалывания. Где? В районе плеча. А не менее? А не менее? Нет. Когда мы опустили Вима в 8-градусную воду, мы не увидели судорожной реакции, и это необычно. У среднего человека всегда бывает судорожная реакция на внезапные соприкосновения с холодом. На 7-минутной отметке средний человек испытывал бы сильную боль, граничащую с пыткой. Вы погружены уже 7 минут. Что вы можете заключить, доктор? Пока ваша метаболическая реакция тоже очень слабая. В данный момент вам несложно здесь оставаться. Вим концентрируется на доступе к своему внутреннему термометру и делает то, что лишь он может сделать. Он разогревает себя. Ваша внутренняя температура 37,2, почти на 0,3 градуса выше, чем была при погружении. У вас очень хорошая адаптация. После 15 минут большинство людей испытывали бы сильную дрожь. Им было бы трудно думать, а говорить почти невозможно. Доктор Окса, расскажите, чем вы увлекаетесь? На отметке 25 минут средний человек потерял бы сознание. Дрожь остановилась бы, и он бы казался мертвым. Вы испытываете боль? Нет. Покалывание? Да, немного. А не менее? Нет. А дрожь? Да, сейчас. Какая у меня температура? Теперь ваша температура 36,5, и мы заканчиваем эксперимент. После замечательных 25 минут в воде, Вим доказал размах своих сверхвозможностей. Он может регулировать температуру своего тела. Его метаболические реакции были хорошими. Он обладает способностью производить тепло. Как вы? Порядки. Давайте снимем маску. Да, пожалуйста. Ваш пульс был очень низким. Он был на уровне отдыха. Но когда вы вошли сюда, у вас была очень сильная метаболическая реакция. Теперь Вим может сосредоточиться на своем полумарафоне. А доктор Окса должен признать, что, хотя эта пробежка была бы практически самоубийством для большинства, Вим может и справиться. У Вима очень хороший шанс добежать. Думаю, он справится с полумарафоном. А в Бостоне Рэй Курцвайль активно работает над своим планом жить вечно. Его кровь берут на анализ, чтобы узнать, дают ли эффект все те таблетки, что он принимает. Я точно попробую жить вечно. Не могу представить, почему кому-то могло бы хотеться умереть. Курцвайль думает, что наша биология очень похожа на устаревшую программу, которую срочно нужно обновить. Мы не можем полагаться на наши гены, если полагаться на естественный биологический процесс. Это будет быстрый закат, и старение, и движение к болезням и смерти. Вот естественная программа. Накануне своего 59-го дня рождения, подарок, который он хочет получить больше всего, может прийти из этой пробирки с кровью. Эту пробирку анализируют на уровень триглицерида, холестерина, глюкозы и остальные признаки старения. Через неделю Курцвайль узнает, на пути ли он к бессмертию или просто стареет, как все мы. Рудигер Гамм пролетел полмира в Сидней, Австралия, чтобы попытаться доказать, что он не случайный эрудит, а экстраординарный выдающийся ум. Центр сознания Сидней, Австралия. Доктор Снайдер убежден, что математические способности Рудигера не так уж таинственны. Является ли он тем, что известно как спонтанный эрудит? Эрудит тот, кто получил конкретное, особое умение, которое я считаю мимикрией. Это интересно, но для меня это не творчество. Но Рудигер хочет доказать, что он может больше, чем просто фокусы с памятью. Сначала он должен пройти тестирование Снайдера. Разработанное, чтобы проверить, действительно ли он замечает детали, но не видит общей картины, как все эрудиты-аутисты. Мы решили дать Рудигеру несколько тестов, посмотреть, насколько он точен. Первый тест покажет, имеет ли Рудигер способность обрабатывать огромное количество деталей буквально за секунды. Я покажу на экране набор точек, и вам нужно угадать, сколько их. Эрудиты-аутисты почти всегда называют верное количество точек. Обычные люди нет. 130. 180. 140. 110. Как он? 4 в яблочко. Вы неплохо справились. Снайдер убежден, что его тесты показывают Рудигера классическим эрудитом. Но на Рудигера не так легко навесить ярлык. Вы увидите рисунок. Рисунок будет меняться, и вы мне скажете, где он поменялся. Он должен отыскать едва уловимую разницу между двумя картинками. Эрудиты-аутисты обычно ее находят. Оригинал измененный. Оригинал измененный. Но Рудигер не видит. Я в этом не слишком хорош. Рудигер видит общую картину, но не мелкие изменения. Внезапно теория Снайдера об эрудите вызывает много вопросов. Изменился двигатель. Снайдер озадачен и придумал один финальный определяющий эксперимент. Рудигер, если я родился 23 ноября 65-го года, какой это был день недели? По-моему, вторник. Вторник. Да, это был вторник. Многие эрудиты-аутисты могут рассчитывать дни недели, но дело в том, что они не знают, как это делают. Снайдер хочет знать, понимает ли Рудигер полностью механику того, что делает. Наша команда решила, что мы изменим вопрос, что потребует иного рецепта, и мы хотели посмотреть, сможет ли он это сделать. Какие годы между 1930 и 2030, 23 ноября, выпадает на четверг? Никогда этого не делал, но попробую. Думаю, я смогу. В 1933-й, 1939-й, но он не выбит из игры. Прямо на месте Рудигер создал набор правил для решения задачи. Новый алгоритм. 50-й, 61-й, 67-й. О, Боже, он смог изменить свой обычный способ расчетов, и сумел выдать года, и затем скорректировал на високосный год. 44-й, 72-й, 2000-й и 2028-й. Все верно. Это очень интересно, и вы говорите, что никогда этого не делали. Очень хорошо. Ваш тип не эрудит-аутист. Это показало мне, что он не раб конкретного алгоритма. Он способен на месте поменять его, что несколько сверхъестественно. Теория Снайдера об эрудиции не подтверждается, и более того, Рудигер только что сделал нечто, что некоторые ученые считали математически невозможным. Особенно интересно, что вы изобрели алгоритм очень быстро. Знаете, есть научные работы, которые утверждают, что алгоритма нет, а вы как раз его изобрели. Я ожидал, что он будет таким странным эрудитом, попадающим в спектр аутизма, и мы сможем за это уцепиться и показать, как он это делает, будучи слегка аутистом. Но это не так. Это куда более загадочно и интересно. Несмотря на свой исторический алгоритм, Рудигер не удовлетворен. Он уже планирует выполнить другой прорывный расчет. На этот раз перед миллионами людей. В Лондоне Элизабет Сальцер еще один человек с загадочным генным даром. Вот-вот впустит науку в свои секреты. У доктора Джейми Уорда есть теория, что синестезия делает больше, чем соединяет ощущения. Он считает, что она также может дать превосходную память. Привет, Элизабет. Привет, Элизабет, привет. Спасибо, что приехали в Лондон. Но он вот-вот обнаружит, что ее способности куда шире, чем он мог представить. Элизабет видит цвета не только в музыке, но и в словах, которые ей говорят. Может, вы сумеете описать мне, что вы видите и где, когда я говорю слово, скажем, окно, какие цвета вы видите? Я вижу белый, это N, и черный, это O. К в начале, это оливково-зеленый. Так вы видите слова в цветах на расстоянии примерно 3-5 метров? Да. Очень интересно, что ваши слова как бы вне вашего тела, в нескольких метрах. Не у всех так. Это необычно. Доктор Уорд собирается прочесть Элизабет 15 слов. И хочет увидеть, сколько она запомнит. Давайте попробуем. Барабан. Штора. Колокол. Кофе. Школа. Парни. Гарден. Кофе. У нее 10 из 15, что чуть выше среднего, но это не настоящий тест. Теперь мы попробуем другой тест, который испытает вашу память на цвета. Элизабет не знает этого, но этот новый тест предназначен отвлечь ее. На самом деле, доктор Уорд хочет увидеть, сможет ли она вспомнить начальный список слов после получаса новой информации. Теперь я бы хотел, чтобы вы попытались вспомнить слова из начального списка, которые я вам зачитал. Сможете? Да. Барабаны, штора, колокол, кофе, школа, родители, луна. Элизабет вспомнила 14 из 15 слов из начального списка. На 4 больше, чем сразу после того, как услышала список полчаса назад. Это почти неслыханно. Дом. Река. Очень хорошо. Результаты эксперимента с Элизабет очень интересны. Мы обнаружили, что у нее более высокая способность помнить информацию, когда она ее усвоит. И хотя она запоминает список слов так же, как и другие люди, она, похоже, его не забывает, подобно другим, как будто он выжжен в ее памяти. Мы думаем, что для этого она почти наверняка использует цвета. Элизабет доказала теорию доктора Уорда, улучшенная память, то, из чего все мы можем извлечь пользу. Но прежде чем это станет возможным, нейрогенетикам Оксфордского университета нужно найти гены, и Элизабет вызвалась помочь им это сделать. Они попытаются найти горячие точки, если хотите, на геноме, которые могут быть связаны с синестезией. Исследование на 10 миллионов фунтов ищет гены синестезии. Синестетов собирают по всему миру, чтобы взять их ДНК. Вскоре у Элизабет будет возможность познакомиться с такими же, как она. Эзреф, слепой художник, прибыл в Бостон. Он согласился встретиться со всемирно известной командой неврологов Гарварда. Они хотят знать, как незрячий человек может рисовать столь невероятные картины. Гарвардский университет. Их эксперимент предполагает поместить Эзрефа в томограф и попросить рисовать, наблюдая за деятельностью его мозга. Эзреф должен оставаться максимально неподвижным, чтобы они могли получить четкую картину его мозга. Пока он создает рисунок, ученые поражены тем, что видят на мониторах. Участки его мозга, в которых не должно быть никакой активности из-за его солепоты, реагируют экстраординарным образом. Зрительные участки мозга, те, что у нормальной видящих людей загораются, как новогодние елки, когда мы смотрим на что-то, они ожили, возбудились и невероятно динамичны, когда Эзреф думает или рисует перспективу. Результаты сканирования мозга Эзрефа поистине разрушают каноны. Мозг Эзрефа показывает нам, что зрение включает больше, чем лишь информацию, поступающую через глаза. Зрение, оказывается, также включает нашу способность понимать пространство. Эзреф показал нам, что мы неверно понимали зрение. Мы считали картины творением зрения, поскольку они работают с расстоянием, направлением и углом. Даже не понимая, что все это доступно и осязанию, так что тактильные рисунки возможны точно так же, как и визуальные. Чем больше гарвардская команда и доктор Кеннеди узнают об Эзрефе, тем более отчаянно хотят они продолжать свое изучение. Но Эзреф устал. Я понимаю, что пройти через эти машины может помочь другим на мировом уровне, но я узнал так же, что они причиняют мне вред. Я до сих пор слышу шум в голове. Я страдаю от этого эксперимента и потому хочу сказать, что это было сложно и болезненно. Но Эзреф поддерживает возможность доказать, что он великий художник, а не просто генетическая аномалия. Он летит во Флоренцию, чтобы встретить самую сложную визуальную задачу для рисования, трехмерную перспективу. Гуанчжоу, Китай. Хоть люди и вторгаются в неизведанные воды, ученые продолжают играть с нашими генами, меняя ход нашей эволюции. Через три недели после введения эмбриона мыши со стволовыми клетками полевки, химера родилась, и доктор Лан открыл новое направление. Никогда еще два столь генетически отдаленных вида не были скрещены. О чудо! Мы сумели создать химер, которые частично мыши и частично полевки. Теперь человек — сила более мощная, чем естественный отбор, и эта химера — живое тому доказательство. Лично я считаю создание химеры из полевки и мыши переломным, поскольку оно показывает впервые, что два эволюционно очень различных вида могут дать один слаженный организм. Доктор Лан перевел эволюцию на новый уровень, создав межвидовое существо. И как непротивоестественно это звучит, Лан верит, что мы всегда раздвигали границы значения понятия «человек». Если вернуться на несколько миллионов лет, когда наши предки жили на деревьях, первого индивида, который решил спуститься с деревьев, возможно, осмеяли. Зачем утруждаться с пуском, да еще и риск быть съеденным львами? Но из людей, которые сделали этот первый шаг, кого-то, возможно, львы и съели, но кто-то и положил нам начало. Калари, Финляндия. Вим Хофф и другие сверхлюди, может, пока не знают этого, но они могут во многом быть похожи на наших предков, которые спустились с деревьев. Генетический авангард будущего человека, как вида. Калари в двухстах километрах к северу от Полярного круга, в Лапландии. Это ночь накануне его полумарафона, и Вим пытается акклиматизироваться к жалящему морозу и снегу. Завтрашний подвиг проверит пределы его возможностей. А пока начинается последняя стадия его тренировки. Рудигер Гамм проходит главный тест в своей жизни. Популярная австралийская утренняя радиопрограмма пригласила его в качестве гостя, и они намерены попросить его взяться за сложные вычисления. Рудигер Гамм, человек-сверхкалькулятор из Германии, придет на шоу. Рудигер научился математике в 19 лет и совершенно не отличался до тех пор. Этот изумительный математический ум посетит нашу студию. Рудигер вот-вот сделает то, что никто никогда раньше не пытался. Он постарается в прямом эфире радио расширять любую степень числа, которые предложит ему ведущий, и сделать это правильно. А в Университете Торонто доктор Кеннеди вынашивает свой план отвезти Эзрофа во Флоренцию. Благодаря томографии Эзрофа доктор Кеннеди получил новый взгляд на то, как на самом деле работает зрение. Но он хочет толкнуть Эзрофа еще дальше, проверить, сумеет ли тот нарисовать Баптистерии в трехмерной перспективе. Архитектор Филиппо Брунеллески изобрел перспективу. Он единственный человек за всю цивилизацию, кто изобрел перспективу. Любой, кто ее использует, возвращается к Брунеллески. До 15 века все искусство повсюду в мире не имело систематической перспективы. Строения рушились друг на друга, вино падало со столов, а потом, в 1413-м, Филиппо Брунеллески все изменил. Он изобрел геометрию перспективы в искусстве, и она распространилась по всему миру. Если мы возьмем Эзрофа и поместим перед зданием, где была изобретена перспектива, сумеет ли он нарисовать это здание так, как Брунеллески в 1413-м? Мы повезем его во Флоренцию, колыбель Ренессанса. Эзроф и его менеджер Джоан прибыли во Флоренцию. Груз предстоящей задачи давит на плечи Эзрофа, ведь с восходом солнца его попросят воспроизвести то, что изобрел Брунеллески, на сей раз без глаз. Я очень беспокоюсь насчет завтра. Я не уверен, что меня попросят сделать. Я не знаю, что такое перспектива. Самое страшное для меня, если я не справлюсь. Надеюсь не разочаровать профессора. Наконец настал день эксперимента, но возбужденный доктор Кеннеди не осознает, что Эзроф нервничает и устает от опытов. Понимает ли Эзроф, что он делает? Я видел, как он делает замечательные вещи. Каковы принципы, которые он использует? Знает ли он, как широко их применение? Я не знаю, знает ли он, что можно применить их к зданию. Будет ли это для него слишком сложно? Не знаю и хочу это узнать. Элизабет вот-вот предложит свою ДНК нейрогенетикам Оксфордского университета в Англии. Но вовсе не предстоящий тест вызывает у нее нервную дрожь. Сейчас здесь, в Лондоне, это немного странно, потому что с одной стороны все эти тесты меня нервируют, но с другой стороны я очень взволнована перед встречей с другими синестетами. И я слышала, что познакомлюсь с людьми, у которых восприятие очень похоже на мое. Это синестет, у которого также есть синестезия на вкус. Я очень хочу с ним познакомиться. Поговорить с ним – это довольно эмоциональный опыт для меня. Элизабет Сальсер участвует в великом поиске генетических маркеров синестезии. Но ее мысли бегут вперед к моменту, когда она сможет наконец встретить свое генетическое племя. И это очень странное племя. Кларнет – скорее желтое слово. Не совсем. По-моему, кларнет будет розово-фиолетовым словом. Это из загласных звуков. Привет. Мы вас ждали. Вы тут тоже для анализа ДНК? Да, вставайте в очередь. Как вас зовут? Илла. Ваше имя – Элизабет. Оно ярко-желтое и ярко-красное. А, так у меня яркое имя. Очень. Я всегда считала, что оно темное. Как вас зовут? Тесса. Эс – желтое. И у меня. А еще у кого? У кого еще Эс – желтое? Я слышала, тут еще у кого-то есть анестезия на вкус, да? Да, это он. Он. Привет. Привет. Я так хотел с вами познакомиться. Я Элизабет из Швейцарии, а вы, должно быть, Джеймс Ванертон. И что за вкус у вас от имени Элизабет? У Элизабет вкус хорошего, толстого пирога. На каких инструментах вы играете? Я играю на флейте и на клавесине, но основной инструмент флейта – это очень высокий звук, серебристо-желтого цвета, а затем глубокий, черный или синий. Коричневый, да, точно. Да, немного, но у меня кое-какие картины, и я вам могу показать. Это начало медленной вещи Вивальди. Это линия скрипки. Джеймс, а у вас есть вкус к музыке? Я хотел спросить Элизабет, вы ощущаете на вкус музыку, а я слова. Было бы неплохо сходить вместе в оперу или вроде того. Да, это будет отлично. Хорошо. Пока Элизабет и Джеймс планируют свидание в опере, у Вима свидание с судьбой. Он наконец-то отправляется к своему главному вызову. То, что я делаю, можно назвать флиртом со смертью. Те, кто считают это сумасшествием, совершенно правы. В этот день Вим Хофф попытается установить новый мировой рекорд для книги рекордов Гиннесса. Он хочет стать единственным человеком, который пробежит полумарафон босиком по льду и снегу. Пошли! Пошли! Пробег 500 метров. Время 2 минуты. Температура минус 14. После 10 минут бега по снегу, обычный человек потерял бы способность выдерживать боль в ступнях. После 20 минут результатом охлаждения нервно-мышечной системы была бы неспособность стоять. А после часа средний человек был бы наверняка без сознания. И гипотермия, и обморожение – реальные возможности. Даже с его способностью бороться с морозом никто не хочет, чтобы Вим рисковал своей жизнью. Так что его будет проверять медик на каждом километре гонки. Вы в порядке? Вы в порядке? Пока Вим пробивается через ледяную пустыню, Слепец из Турции намерен попробовать переплюнуть Филиппа Брунеллески, самого важного архитектора Возрождения. Я намерен попросить Эзрефа сесть тут, где был Брунеллески, и нарисовать это здание. Эзреф, как вы? Рад вас видеть. У нас столько дел. Это очень интересное здание прямо рядом с нами, и я хочу попросить вас нарисовать его. Сперва нам надо понять форму здания. Это сторона, а тут вот угол. Эзрефу не давали предварительных данных об этом здании. Он начал эксперимент без представления, о чем его попросят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эзрефу необходимо нарисовать стороны Баптистерия вверх и вниз, чтобы линии сходились к горизонту. Так сделал Брунеллески, но даже теперь большинство зрячих делают это неверно. Эзреф, я бы хотел, чтобы вы нарисовали Баптистерии, как будто вы стоите перед ним, и крыша высоко над головой, и вы перед одной из стен здания. Понял. Идет. Поехали. Брунеллески. Брунеллески. Шесть утра в Сиднее, Австралия, и настал момент славы Рудигера Гамма. Я очень взволнован, ведь Рудигер Гамм – немецкий сверхкалькулятор. Он сегодня придет к нам на программу. Радиоведущий, бывший математик, попросит Рудигера сделать нечто, чего он никогда раньше не делал. Его ответы сразят вас после полвосьмого сегодня, но сперва... Рудигер не знает этого, но ему дадут число 83, и он должен рассчитать последовательно каждую степень 83, без единой ошибки. Я очень взволнован нашим следующим гостем. Человек-калькулятор Рудигер Гамм здесь, в студии. Доброе утро, Рудигер. Доброе утро. Как вы? Хорошо, а вы? Неплохо. Вы невероятно считаете сейчас, но в старших классах плохо справлялись с математикой. Правда ли, что вы научились? Вы ведь плохо учились в школе. Я открыл свои способности ровно через две недели после того, как покинул школу. Да, и все началось тогда. Ну что ж, вы человек-калькулятор. Я дам вам двухзначное число, а вы назовете мне степень этого числа. Для наших слушателей, когда мы возводим двойку в степени, это 2, 4, 2 в кубе, 8, 2 в четвертой, 16 и так далее. Я дам вам двузначное число, а вы называйте мне степень, у меня есть калькулятор, и посмотрим, сумею ли я угнаться. Давайте начнем с числа 83. 83. 6 889. 571 787. 47 458 321. Верно, продолжайте. Расстояние 11 километров, время 1 час, температура минус 15. Вим удерживает уверенный ритм уже час, но на половине пути кровообращение в его конечностях замедляется. Впереди 11 километров, риск обморожения очень велик, и медик забеспокоился. Как дела? Как самочувствие? Порядок, только левая ступня. Она слегка немела. Можно посмотреть? Все очень плохо. Вы ничего не чувствуете? Не особенно. Я беспокоюсь. Выглядит плохо. Ничего, пошли дальше. Есть вероятность, что он потеряет пальцы ног. Расстояние 18 километров, время 1 час 45 минут, температура минус 16. Еще 7 километров, и Вим может проиграть свою гонку со временем. Возможно, его сверхвозможности имеют предел. Его способность производить тепло может быть недостаточно сильна, чтобы защитить пальцы ног от необратимых повреждений. Впереди у Вима еще 4 километра. Это очень плохо. Вы о чем? Я не могу... Я не могу обещать, что... Что нет повреждений? Да, не могу обещать. Как видите, они почти белые. Да. И твердые, что значит, нет кровообращения. Вы уверены, что хотите продолжать? Да, закончить. Дело ваше, Вим. Вы решаете, но я не могу обещать. Я не могу обещать. Вы готовы рискнуть? Да. Дело ваше, 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 ваше. Дело ваше, 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 ваше. Эзреф Армаган решил верхнюю половину главоломки. Но следующие две линии – настоящее испытание его сил. А в Австралии Рудегер добрался до 83 в девятой степени, не сделав ни одной ошибки. Один, пять, пять, один, шесть, ноль, четыре, один, ноль, восемь, семь, два, ноль, пять, восемь, пять, три, четыре, четыре, девять. Один, два, восемь, семь, восемь, три, один, четыре, один, восемь, пять, три, восемь, три, шесть, два, шесть, семь. Один, ноль, шесть, восемь, девять, ноль, 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 семь, семь, три, восемь, шесть, шесть, один, один, два, четыре, четыре, один, ноль, один, шесть, один. Рудигер, все совершенно верно. Я вас тут остановлю, это последнее число было 10 миллиардов триллионов. Да, я даже не буду пытаться. Да, после седьмой степени я не знаю английских названий. Так вот, почему вы просто цифры называли. У вас удивительные математические способности, и изучение умов, подобных вашему, говорит нам всем о способностях наших собственных умов, и на что способен мозг человека. Спасибо, что поделились этим с нами сегодня утром. Рудигер Гам. Для меня, бывшего математика, это было на грани сексуального ощущения. А семью девять, 63. Да. Для Эзрафа Армагана это момент истины. Он должен рисовать нижние две линии, сходящиеся кверху. Эзраф Армаган только что попал в историю. Он обошел Филиппо Брунеллески, мастера возрождения. Этот момент впервые случился 600 лет назад, а второй раз это произошло сегодня. Расстояние 21 километр 100 метров. Время 2 часа 10 минут. Температура минус 18. А в Лапландии полумарафону Вима Хоффа за полярным кругом осталось меньше километра. Финишная лента в поле зрения. Мы это сделаем. Это золотая медаль. Солнце. Мы выиграли. Вим Хофф только что попал в книгу рекордов Гиннеса. Первый человек в истории, пробежавший босиком полумарафон по снегу и льду. В конце вышло солнце и прямо в глаза, как золотая медаль. И вот оно. Это золотая медаль. Но эта пробежка может стоить ему пальцев ног. Музыка. Прекрасно. Раньше я думала, что одна и особенная, и не могла говорить с другими. Они меня не понимали. Но теперь как будто мы говорили на одном языке. Это совершенно особое ощущение. Откуда вы узнали об этой певице? Это мой друг. Она великолепна. Мне понравился голос. Я ее слышал раньше, и от нее фантастические вкусы. Вроде того, что она сегодня исполняла, это было очень похоже на йогурт и ананас. Йогурт? Ваше имя на вкус как йогурт, а ваша фамилия как кетчуп. Да, не очень-то сочетается. Пирог моего имени с кетчупом фамилии. А как ваше имя? Вы упоминали жвачку. Вот такой вкус у моего имени. Три часа спустя, после пробежки ВИМа, у медиков плохие новости. Вы видите разницу. Эти в порядке. Может, чуть почернели, а эти полностью черные, как видите. Если кровообращение не восстановится, они умрут. По ее оценке, у ВИМа не было кровообращения в пальцах ног от 45 минут до часа, и ему, возможно, придется делать ампутацию. Дурацкий цвет. Мертвый цвет. Как мертвец. Мне не нравится. Давай, вернись. Команда Гарварда нашла менеджера Эзерфа Джоан. Они очень заинтригованы первыми результатами, и им не терпится продолжить исследования. Но Эзерфу больше нечего доказывать. Я говорю, нет. Я не морская свинка. Ни за что больше не пойду под эти машины. Жаль, но мне неинтересны их исследования моего мозга. Пусть останутся незаконченными. Хотя обморожение Вима Хоффа было тяжелым, включая пузыри от холодного ожога, он не потерял пальцы. Медики не могут этого объяснить, но он, похоже, использовал свои способности, чтобы вернуть жизнь замороженным тканям. У меня позитивное ощущение от этого, и я хочу начать ходить поскорее, чтобы встретить следующий вызов. Эверест. Холод все еще мой друг. Почему мне не хотеть вернуться к другу? Я всегда буду возвращаться к нему. Поздно ночью Рэй Курцвайл сидит в комнате совета директоров Курцвайл Технологис, ожидая последний медицинский отчет в своей битве за бессмертие. Это его 59-й день рождения. Привет, Эри, рад видеть. Эксперт Курцвайля по долгожительству, доктор Гроссман, получил результаты анализа, и теперь Курцвайл узнает последние данные, есть ли вероятность ему прожить достаточно долго, чтобы жить вечно. С днем рождения, спасибо. Уверен, что их будет еще очень много. В общем, вы помните, что около года назад мы проверяли ваш биологический возраст, и вам было 40 лет. Думаю, что ваш нынешний уровень тестов соответствует этому, и даже моложе. Я не чувствую себя старше. Моя цель, чтобы к 60 хронологически мне было 39 биологически. Я слышал, что 60 это новые 40, так что с днем рождения еще раз. Спасибо, Эри, береги себя. Да, с нетерпением жду следующей беседы, Рэй. И как минимум еще год Мистер Бессмертие будет жить своей мечтой, и, возможно, станет свидетелем фантастического будущего, будущего измененного генной инженерией. Думаю, эти изменения не остановить. Эти маленькие шаги приведут нас из нынешнего в совершенно иной мир. И эти шажки случаются все быстрее и быстрее. Средства, которые у нас есть для этих изменений, становятся все мощнее, и их влияние все шире не только на наше устройство, но они буквально повлияют на наши тела и мозги. Вообще-то, сегодня мой 59-й день рождения. Средняя продолжительность жизни непостоянна, так что, если вы их дотянете, вам, возможно, доведется прожить замечательное столетие. Большое вам спасибо. Следующие годы генетики вроде доктора Брюса Лана будут манипулировать геномом нашего вида, и в процессе изменят само значение понятия «человек». Создание доктора Лана не только прорыв в скрещивании видов, оно также влияет на продолжительность жизни человека. Его химера предполагает, что если столь далекие виды могут сосуществовать, то и человеческие клетки могут оказаться способны выжить в эмбрионе животного. Это делает возможными фермы органов, где запасные части тела человека выращиваются на животных. Представьте, что кто-то с отказавшей почкой сможет получить новую от свиньи, выросшей на такой вот ферме. Идея в том, чтобы вырастить клетки человека и сложные органы на животных. Генетическое исследование доктора Лана быстро стирает границу между научной фантастикой и реальностью. Правила эволюции изменились, и то, что было во власти природы, теперь в руках человека. Человека, наверное, лучше всего определить как вид, который постоянно и значительно развивается. Если генная инженерия может сделать процесс быстрее и лучше, то мы, возможно, более люди в широком смысле, если примем эту перемену. Эти реальные сверхлюди открыли дверь к поразительным прорывам в науке, двигая наш вид к следующему этапу эволюции. Ни у одного вида еще не было способности направлять путь собственной эволюции. До сих пор. Быстрое развитие генной инженерии затронет всех нас. И в самом ближайшем будущем наш вид изменится. Готовы мы или нет. Они взлетают в воздух, как птицы, совершают невероятные пульбиты. Иногда кажется, что они пытаются сотворить невозможное. Кажется всем, но только не им самим. Помешанные на трюках. Далее на Discovery Channel.